Я вам сразу говорю, денег вы с меня не получите. О чем вы говорите? Какие деньги? О чем я говорю? Думаете, я вас таможенком не знаю. Сейчас начнете досмотр, прикопаетесь в какой-то мелочи и все, давай взятку, да? Какую еще взятку? Какую взятку? Я свои права знаю, и законы я знаю, и ничего вы с меня не поимеете. Вот зря вы о таможенниках-то. Так давайте, введите свою собаку или кого-то, пусть она меня обнюхивает, и я уже спокойно пойду. Не будет сегодня собака, заболела она. Вот началось, да? Собака заболела, поэтому я должен сдать денег на лекарства, да? Какие еще лекарства? О чем вы говорите вообще? У нас специально вот наняли человека. Магистр Тимофей, заходите, пожалуйста. Это что такое? Это наш ноу-хау. Досмотр с помощью экстрасенса. Да. Прошу вас, магистр Тимофей, проверьте его на предмет контрабанды. Фу, о чем вы думаете? Контрабанду не вижу. Ну, вот. Порчу. Вижу. С глаз. Вижу. Венец безбрачия. Вижу. Вот сюда его лучше. Контрабанды не вижу. Это точно. Ну вот же порча. Вижу. Вот же проклятие. Воронка инферно. Контрабанды нет. Нет. Ну, что ж. Нет, так нет. Извините. Счастливого пути. Простите, а что вы там говорили про эту воронку безбрачия? Не обращайте внимания. Идите, идите. До свидания. Ой, боюсь, не свидетесь вы больше. Ну, тогда прощайте. Скажите, пожалуйста, а можно вот это все как-то убрать? Пожалуйста. Магистр Тимофей говорит, можно. Но, к сожалению, на это он потратит огромное количество невосполнимой энергии. Восполнить ее можно лишь немного с помощью финансовой помощи. Да, конечно, я что-нибудь не понимаю. Вот, пожалуйста, тут лишь бы убрать это все. Дерни за палец. Все, вы спасены. Точно? Абсолютно точно. Он меня так от аппендицита вылечил. Вот шрам. Спасибо вам большое. Слава богу, я уже перепугался. Спасибо большое. Вот эта служба. Ну, молодцы просто. До свидания. Счастливо. А говорил, мы с него ничего не поймем. Оптимист. Слушай, а можешь в следующий раз без пальца, а? Слышно, да? Сейчас я проветлю, сейчас. Сейчас я эту магию развею. Господи, что же это у тебя за магия такая, а? Посоль с говядиной. А ты уверен, что это хорошее место для знакомств? Может, лучше в парк пойдем? Запомни, пляж – это идеальное место для знакомства. Чего? Здесь сразу все недостатки видны. Ну, представь. Ну, познакомился в парке ты с обладательницей Дыник. А потом она раздевается, а вместо Дыник – курага. Или, например, знакомишься в кафешке с Людочкой. А потом она раздевается, а вместо Людочки – Людмила Борисовна. А тут сразу товар лицом, понимаешь? Согласен. А видишь девочку? Вон, вон, вон. А, вижу. Смотри, учись. Иди. Привет, красотка! Не желаешь познакомиться с одиноким романтиком? Нет, спасибо. А почему? Ну, потому что ты неправильное место выбрал для знакомства. В смысле? Ну, в смысле. На пляже видны все твои недостатки. А... Как тебя зовут? Евгений. Ты же какой ты Евгений. Ты – Женечка. И мой тебе совет, Женечка. Знакомься в парке, в одежде и, желательно, с зимой. Я говорил, в парк лучше идти. Сколько тут до зимы? Да, чуть-чуть осталось. Хэштег «Лохи на пляже». Шалом, уважаемые пассажиры, вас приветствуют израильские авиалени. Мы напоминаем, что кроме обычной курицы или рыбы, вы можете заказать и кошерную пищу за отдельную плату. Если у вас или у вашего друга сегодня какой-то праздник, не стесняйтесь. В кабине пилота вы можете заказать для него песню за символическую плату. Спасательные жилеты находятся у стюардесс, вы можете их купить в любое время. Ну, если вы захотите прыгнуть с парашютом, то мы организуем для вас и такой аттракцион. Пару лица миллиона – 200 долларов. Можете его посадить за 500. Вряд ли у вас это получится, но за эти деньги мы готовы на это посмотреть. Я прошу прощения, но вы уже полчаса читаете вот эти ваши объявления. Когда мы взлетим? Взлетим? Сегодня? Молодой человек. Я вижу, вы не в курсе, но сегодня суббота. По субботам мы не летаем. Сегодня мы собрались, чтобы послушать пресс-курант. Потом мы пообедаем и разойдемся по домам. Как разойдемся? Да у меня в билете вот написано «прибытие 16-го числа». Вот. Вы не сюда смотрите. Вы смотрите вот сюда на цену, видите? Что это значит? 100 долларов. 100 долларов. А теперь идите и посмотрите, сколько стоит керосин. Мы в минус летаем. Машина, не мешайте работать. Бардак какой-то. Что вы говорите? Закройте дверь с той стороны. Ну что, все? С объявлениями да. Теперь по штрафам. Внимание! Уважаемые пассажиры, на нашем барт-туру работает гибкая система штрафов. Итак, если вы в туалете плохо за собой смели, это будет стоить 35 евро. Наконец-то я вас нашел. День добрый. Здравствуйте. У вас обслуживается моя жена? Машина, да. Жена, не знаю. А, это шутка. Очень смешно. Вы все доделали? Да, все сделали, как ваша жена просила. Для начала мы ограничили скорость движения данного транспортного средства до 50 км в час. До 50? Да. Ну, безопасно. Потом по просьбе вашей жены увеличили зеркало заднего вида в три раза. Ну, ей это действительно нужно. Да. Еще ваша жена просила, чтобы сразу под зеркалом поставить тумбочку, но она туда не влазила. Поэтому и мы ее поставили здесь. Выкинули нафиг пассажирское сидение. Подождите, а где же я буду сидеть? Не знаю, она ничего не говорила. Также мы сделали возможность подключения к прикуривателю. Лойки. Лойки. Фена. Ага. И, естественно, утюга. Утюга? Пожалуйста. Так, и скажите, пожалуйста, своей жене, чтобы утюг ни в коем случае не включал на при выключенном двигателе. Аккумулятор быстро сядет. Да-да-да, конечно, конечно. И еще кое-что. Еще что-то? Ну-ну. Знакомьтесь. А, кто это? Приватный драйвер, Роман. А, простите, а кто его оплачивать будет? Вообще-то эта краля всегда со мной натурой рассчитывалась. Меня это устраивает. А вы кто? Я-то? Муж? Как муж? Беги, Роман. Она же сказала, что муж у нее на охоте погиб. Бедведь задрал. Шафаром зарубил. Что значит бедведь стоять? На, Ромка, я тебе лед принес. Эх, Ромчик, Ромчик. Я тебе говорил, что она замужняя. А ты нет, нет. Сама на машину заработала. Короче, не быть тебе водителем. Ищи себе какую-то другую работу. Так а можно я механиком останусь? Механик? Это мужская профессия. А ты опер-мебелец. На троих. Эй! Может, вы уже скажете, что меня вызвали? А? А? Да, конечно. Но чуть позже. Ну, хорошо, тогда я пошла. Нет, нет, нет. Я вспомнил. У вашей дочери проблемы с физкультурой. Да. Ну, слушайте, этого не может быть вообще-то. Она с детства занимается легкоатлетикой. Дело в том, что мы подумали, может, это у нее наследственное, так сказать. В смысле? Ну, вот вы, например, прыгать можете? Конечно, могу. Все прыгать можете? Не понимаю. В смысле, попробуйте. Вот так, что ли? Да. Супер. Сколько так прыгать? По новым нормативам 200 раз. А может, за тебя 300? Да. Да. Нет. Теперь вы убедили, что это неосредственное? Нет еще. У нее еще проблемы с ветряной мельницей. Вы-то вы умеете метрильную мельницу делать? Да. Покажите, пожалуйста. Это? Вот это, что ли? Да. Что, ее тоже 300 раз делать? Если можно. За мельницей. 300. Все? Да, вы молодцы. Я могу идти? Нет, нет, секундочку. Ваша дочка пропустила очень важную тему по ОБЗ. Называется искусственное дыхание. Обратите внимание, пожалуйста. Я вот думаю, может, это тоже наследственное? Так, смотрите. Мне типа очень плохо. Закрывайте нос и вот сюда дышите прямо мне губы. А-а-а. Значит, так. Завтра придет мой муж, и вы с ним обсудите оставшиеся вопросы. Тем более, что он тоже спортсмен. Боксер. Засем нам мусс? Нет, нам мусс, тем более. Мусс нам не надо. А тренируйтесь друг на друге. Ну, соль, лазысь. Я так сразу не могу. Надо чуть-чуть подружиться. Ну, давай. Да. А я все подружился. Лазысь, говори. Что, Борзый, сумочки, которые ты украл, золото, года на три точно потянет. А она на премию. И в качестве благодарности проси, что хочешь, кроме отпустите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Правда? Да. А можно салфануться с вами, граждане полицаи? Зачем? На зоне пацанам покажу, какие прекрасные полицейские меня приняли. Ну, ладно. Давай сфоткаемся, что ли? Можно, да, ручку отпустить. Неудобно мне. Ну, ладно. Спасибо, да. Ну, что, давайте улыбаемся, что ли? Ага. Куда мы улыбаемся? У меня камеры нет. А есть телефон с камерой нормальный такой? Да, есть. Вот она. О, классный телефон. Что-то мыло какое-то. Размыто. А есть телефон? Да, конечно. Пикселей больше. О, прекрасный телефон. Люблю такие. О, красота какая. Смотрите, какие. Не, ну, только кадр порчу. Давайте я вас сам. Стой. Какие вы красивые, боже. Какие классные копы. Ай-яй-яй. Только вам розовый вообще не идет. А. Давайте подержу. Ну, подержите, папа. Я здесь, я наведусь. Смотрите. Улыбаемся. Улыбаемся. Молодцы, красиво. Ой, а пояс вас полнит, честно говоря. Фигин, я так и знала. Яна, а... Подержите, пожалуйста. Да, я подержусь, да. Что я сейчас? Улыбаемся. Молодцы, какие красивые полицейские. А ваш пояс вас ниже делает. Женя, ну ты что, будешь сфотографировать. Я говорила, что он тебе не улыбнул. Это... Улыбаемся. Подержите, пожалуйста. Я на виду, не волнуйся. Смотрим, смотрим. Ай, какие молодцы. Красавцы, просто красавцы. Вот такую полицию. Да, нам надо всегда. Смотрите, да. Вот, пожалуйста. Ой, прикольно. Смотри, какой ты хорошенький. Блин, я моргнул тут. Ну, ты тут на Брэда Пита похож. А здесь... О, боже. Ой, а перефодагр... Я... Яна! А ну... Яна! Мы за тебя его... Просалтили? Просалтили. А ну, стоять! Ну вот, принесла тебе курицу и картошку, чтоб все сожрал. Ты мне здоровый нужен. Да, конечно. Я как только вас в окне увидел, так сразу кушать захотел, что даже с удочки готов вылезать. Ночью лежи и лежи, мыть за тебя, что никто не будет. А вот, фрукты тебе принесла, тоже чтоб все сожрал. Да, да, конечно, спасибо. Витамины превыше всего. Так, когда тебя выписывают? Не знаю, обхода еще не было. Ты мне дома нужен, генеральную уборку сделать и сарай же надо перекрывать, а? А где же доктор, а? Я понимаю, но тут все от доктора зависит. Женщина, опять вы? Я вас в сотый раз спрашиваю, почему вы цепляетесь к молодому человеку? Ваш муж лежит на соседней койке. Слышь ты, доктор, ты меня не лечи. Я сама знаю, за кем ухаживать, за кем не ухаживать, да? Годы уходят, забирают свое. А мне молодой нужен. Мне еще крышу перекрывать. Любишь меня? Очень. Их, любит меня. Так что давай выписывай, пока не оказался на его месте. Ясно? Да-да-да, да-да-да, да-да, конечно, выписываем. Физические упражнения, так сказать, лучшее лекарство от всех болезней. И от переломов? Слышал, от всех болезней. Жду тебя на улице. Да, конечно. Спасибо вам, доктор. Вы мне жизнь спасли. Да вы вот кого благодарите. А ты? Мужайся. И никогда, слышишь? Никогда с ней не спорь. Хорошо. А теперь иди. Иди, у тебя мало времени. Она не любит. Когда? Капельница, капельница, капельница. Опаздываю. Спасибо. Я ждал этого с момента нашего знакомства. Мы уже знакомы всего час. А ты крепкий орешек. Целый час продержалась. Какой вы... Тихо. Потому что... Как мы? Быстрее на балкон, на балкон. Быстрее, быстрее, быстрее. Капельница, капельница. Капельница, я дома. Ой, привет. Твой поросенок. А что ты в постели? А я устала, решила раньше лечь спать. Да? Ну и правильно. А то ходишь в последнее время что-то невыспанное. Так хоть поспишь. Ну да. А то у тебя в последнее время что-то... То голова болит, то спать хочешь. Вот сейчас пораньше ляжем. Пораньше, как говорится... Иначе не... Ах ты мой, поросеночек забыл. Это что такое? Это... Брать не буду. Вещи мужские. Я вижу, что не лукошка с пирожками. Чье это? Тут такое было, Егор. Какое было? Такое было. Какое такое? Вот. Я супермен. Только что в очередной раз спас мир. Спасибо вам большое, что разрешили у вас переодеться. А я думал, что супермены только в Америке. Я к бабушке на лето прилетел. Тут немножко поспасаю. Всего доброго. По-по-по-по-по-по... Подожди. Вика, это что, твои лосины что ли? И футболка моя. Никакая футболка. Которую ты вывесила на балкон сушиться с утра. Ну ладно, прости, люди. Я пойду. Злодеи не дремлют. До свидания. Погоди-ка. Тут помощь ваша супергеройская нужна. Какая? Одной женщине повадился злодей один. И спать ей по ночам не дает. Вот его нужно и ликвидировать. Не волнуйтесь, я с ним разберусь. До свидания. Куда? Вот. Вы же отсюда прилетели? Устал очень. Налетался за сегодня. Я лучше через дверь. Не-не-не-не. Как прилетел, так и улетишь. Не надо. Не надо. Давай я тебе говорю. Сейчас столкать. Сейчас пойдем. Супермен, Супермен. Полетает низко. А тебя, женщина-кошка, если еще раз такое повторится, я стерилизую. Привет, родненькие. Филиппо, какие мы тебе родненькие. Гусь-свиньей не товарищ. Да? А что же вы тогда в паре работаете? Слушай, Филиппо, оставь свои шуточки для клиентов. Чего приперлась? Случилось что? Ой, да, случилось. В общем, не знаю, как вам сказать. Ну, значит, покажи. У тебя это лучше получается. О, Филиппова. Я думал, ты мне снися. Да не, я это самое. Я тест прошла и показала две полоски. Э-э-э. Серьезно? Филиппова? Тебе что, младшего сержанта дали? Поздравляю. Ты что, дурак? Какой сержант? Я это... Ссссс. Да не, вроде не поправилась. Как была кожа до кости, так и осталась. А ты какие же вы тупые. Я... Я залетела. Да. Что, серьезно? Ага. Так она к нам что, пришла? Хочешь, чтобы мы тебя отца его нашли, что ли? Так это же то же самое, что иголку в стоге сена искать. А знаете, Филиппова, там может быть не один отец, а сразу несколько. Да я это, я знаю, как сузить круг. Так, слышь, Филиппова, ты эти свои сексуальные штучки для клиентов прибереги. Круг она будет сужать и шарики катать. Да я ж не про это, вы шо? В общем, я на четвертой неделе. А четыре недели назад у нас был день милиции. А вот и не складуха. День милиции был месяц назад, а у тебя всего лишь четыре недели. Так, это что за грязные намеки, а? Я тебя за клевету 15 суток впаяю. Во! Шо? Знаете шо? Вот если окажется, шо ты отец, ты получишь 18 лет строгоча. Вот будешь ребенка воспитывать до 18 лет, до армии. А если ты отец, ладно, скину тебе пару годочков до получения паспорта. И то, если ты на мне женишься. Подожди, Филиппова, на празднике было много уважаемых людей. Может, это начальник, например? Ребятушки, это же был день милиции. Это мог быть и начальник, и замначальник, и вот это руководитель оркестра. И вы знаете, честно говоря, после того, как я выпила пару бутылочек шампанского, может быть и, собственно, весь оркестр. Так а к нам ты чего тогда пришла? Так а я не только к вам, я ко всем подозреваемым прихожу и прошу денег, так сказать, там на витаминчики, на соки, на правильное питание. Нам с малышем надо правильно питаться, там молочек... Филипова, ты и так нормально питаешься. То в саунах, то в ресторанах. Ладно, сколько надо? По 500 рубчиков с каждого. Ничего себе, это грабеж. Ну? Это всего лишь благотворительность, а грабеж начнется через 9 месяцев. Блин. Филипова. На, 400 пока. Экономишь на собственном ребенке. Типунь тебя на язык. Так, знаете что, я вернусь к вам через неделю. Какую неделю? Через 9 месяцев. Через неделю. Ага. Блин. Ты что, я на день милиции того оприходовал? Честно говоря, не помню. Да вообще, я день милиции как-то мимо меня прошел. Вот как обычно. Ага. Ложди, так мы же на день милиции дежурили. Точно. Нас же генерал наказал за низкие показатели по задержанию простит... Господи. Филипова. 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 Ты стоять. Суррогатная мать. На троих. Ха-ха. 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 Круто. Во-во-во. Так, и кто тут у нас? Кабан и борзый. Что стоим? Злоумышляем, граждане, ассоциальные алименты. Какие мы тебе менты? Ничего мы не злоумышляем. Стоим на небо любуемся. Угу. Значит, вчера вы любовались на иномарку, позже вчера на сотовый телефон, а сегодня я любуюсь на это все в сводках. Да? Да не боись, не сопрем мы твое небо. Ха-ха. Не хони, начальник, у нас даже стремянки нет. А, стремянки. Да, значит, вы просто стоите и смотрите на небо, да? Привычка, так сказать, выработанная годами. У тебя за 10 лет, а у тебя, если не ошибаюсь, за 3. Слышь, начальник, ты что, кроме сводок своих вообще ничего не читаешь? Сегодня же солнечное затмение. Такое событие бывает раз в 300 тысяч миллиардов лет. Солнечное затмение? А почему же солнце видно тогда, а? Так, ясен пень чего. Затмение видно только через копченое стекло. Ага. А через вареную пластмассу его не видно? А ты что, начальник, это же во всех книгах по астрономии написано, которые вы в СИЗО зэком читать раздаете. Выходит, мы сидим и умнеем, а вы сторожите и тупеете. Слышь, Кабан, ты это, говори, говори, да не заговаривайте. Изучал я астрономию, я просто вас проверял, правда ли вы эти книжки читаете, а не просто их на самокрутки берете. Ладно, давай свое стекло сюда, давай. Да сейчас, разбежался, аж пенжак завернулся. Пятьсот. Сколько? Это грабеж. Грабеж, начальник, это у честных граждан, типа нас, которые свое уже отсидели, отбирать их личные стекла на халяву. Вот именно. Нет бабок, нет затмения. Ладно, на, давай покажу, как пользоваться. Так становишься, смотришь. Самая красота будет, когда солнышко сядет. Оно, кстати, за УВД садится. Ну, куда все садятся? Настя, смотри, дубуйся. Э, подожди, солнце видно. Ты это, один глаз плотно закрой, а второму дай попривыкнуть. Сейчас будет затмение. Да блин, фигня какая. Возвращайте мои пятьсот гривен. Ну, сволочи, а? А, поймаю, будете у меня сидеть, пока всю библиотеку не прочитаете. От корки до корки. Астрономы, блин. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вам? Мне что-то от... А, от простуды. Вы знаете, есть замечательный германский препарат в таблеточках. Вот, пожалуйста, принимайте две штучки и все как рукой с него. Нет. Мне что-то от... А вас знобит. Ой, вы знаете, тоже есть тот же германский препарат, правда, в капельках. Капаете 30 капель, и вы себя прекрасно чувствуете. Поверьте мне, я сама пробовала. Нет. Мне вот... За... 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 Запора. Хорошо. Вот, две таблеточки, и все так... Нет. Нет. Заиканье вот. Ой, простите, пожалуйста, я сразу не поняла. Да, у нас есть хорошие препараты, германские, от заикания. Вот. Полторы тысячи. Да... Да дорого. Мне здесь шевлен нужно. Так что же вам придумать? Я сейчас посоветуюсь. Простите. Евгений Михайлович, можно вас на секундочку? Да, да. Я переведу. Здравствуйте. А вот молодому человеку нужно средство от заикания. А наше для него дорого. А. Много. Что-то подешевле, естественно. Сейчас, сейчас, сейчас. Где-то у меня было старое, надежное средство. А-а-а! Зачем вы это делаете? Зачем? 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 Прошло. Я не заикаюсь. Я не заикаюсь. А сколько с меня? Всего сто гривен. А, спасибо вам большое. Вы гений. Гений, спасибо. А, я не заикаюсь. Не за что. Вот видите, старое, проверенное средство. А мне что делать? А для вас вот германское полторы тысячи. С-с-с-с-с-с-с-с-супер! На троих!